Рад приветствовать вас, дорогие почитатели часов и посетители канала Безель. Меня зовут Алексей. Сегодня вашему вниманию я представлю механический хронограф от компании Часо. Чтобы много не распыляться, дизайн достаточно строгий, но не такой, чтобы прямо классический. То есть это не обязательно костюмный вариант часов, это больше casual стиль, который также подойдет под бейсболки, тенниски, футболки, рубашки, более легкие и на каждый день. Серийный номер предусмотрительно закрыт как на бирке, так и на задней крышке. Компания Часо является одной из самых подделываемых часовых брендов. Подделки доходят до очень высокого уровня и порой отличить их не могут даже в официальном сервисном центре в Украине и в принципе по миру. Что примечательно в модели, здесь этажный хронограф, но непривычный всем 7750, а более оптимизированный с точки зрения затрат C01.211. Также он производится компанией ЕТА. Не эксклюзивно для ТИСО, но Свотч Групп имеет определенные права на использование в конкретных механизмах именно ТИСО. В конкретных часах конкретные калибры, которые достаточно обсуждаемы за счет того, что используются некоторые элементы пластика в механизме, такие как анкерное колесо и вилка. Многим это не очень нравится, фактически каких-то критических проблем у людей, использующих данный калибр, не выявлено. Это больше для разведения холивара и то же самое можно говорить про любые автомобильные бренды, которые уже не те, но весь мир идет полностью в то, чтобы сократить расходы на производство, соответственно, заработать денег и, возможно, где-то предложить своему клиенту альтернативу, которая будет ниже по стоимости аналогов на 7750. Здесь ручной завод и автоматические часы на данном этапе заведены. Важно, когда вы берете часы и они полностью остановились, и вы там сделали 15 движений для завода на заводной головке, не стоит быстро запускать, проверять хронограф, потому что в механизме в этом необходимо все-таки где-то разочек в 30-40 аккуратненько его подзавести, чтобы хронограф также мог быть активен, потому что при слабой натянутой пружине завода хронограф просто не будет работать, удивляться этому не стоит. Немножечко характеристика по самим часам. Диаметр 43 мм, достаточно пузатенькие часики. По толщине они идут 15 мм. Здесь сапфир. Выполнена вот такая вот интересная структура задней крышки с маленьким окошком, где видна заводная пружина и проскакивающий ротор. Вот он такого цвета, видите? Класс, если сделать оборот. Вот, логотипчик часу с годом основания. Вот так вот расположены кнопки. Левая, верхняя, нижняя. Вернее, левая, правая, прошу прощения. Верхняя, нижняя, правая. Значит, это хронограф, то есть заводная головка без резьбы. Открывается. Два щелчка, все стандартно. Часы заряжены. Давайте я вам продемонстрирую работу самого хронографа. Идет определенный щелчок при запуске, при нажатии верхней, правой. И пошла большая секундная стрелка, отсчитывать время. Тот же принцип остановки. И правая, нижняя сбрасывает в ноль резким движением. Давайте рассмотрим поближе. Браслетик стальной, литой. Здесь бабочка. Вот такая вот. Массивные часики, но, вы знаете, визуально очень легкие. И также на руке достаточно комфортно усаживаются на запястье. Люминофор нанесен всего на две стрелки. Это часовая и минутная. Честно говоря, он достаточно слабый. Но считать время в сумерках и ночью вы сможете. Немножко прищурившись, но все возможно. Это, безусловно, не дайверский люминофор, который максимально сильно светящийся. Благодарю, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч.